вот инкубация наша с надставкой значит у нас сегодня будет выключение поворота вот и я у не ухала даже не заметила такую ситуацию грубо говоря из от наставки не было я наверное заметила бы ее раньше а так исключительно по запаху я постараюсь показать вы видите на газете внизу что-то налито да соответственно скорее всего этот ума который лопну но так как здесь есть надставка я не вижу этого яйца мы будем все это дело разбирать и смотреть вот есть минус видите такого рода инкубациях вон на газете но я думаю вы увидели кто захотел кто понимает о чем я говорю вот сегодня во скопирование будем делать последние все мы вообще-то на самом деле делаем всегда одно скопирование именно вот перед включением поворота и вот потому что здесь будет все четко и ясно уже какое яйцо да какое нет но вот такой вот у нас такая вот неприятность первый раз за инкубацию раньше тумаков у нас не было не встречали мы девятнадцатый день проводим его скопирование вот таким образом быстренько достаточно приличное количество общем потом в процентах посчитаю неоплода ну конечно в пределах нормы но бывает что совсем совсем мало сейчас вот есть такое дело все ты все посмотрел в инкубаторе нормы лупер значит с надставкой из 98 яиц 10 неоплод мы вытащили и вытащили один тумак ужас какой в общем мы сделали его скопирование на девятнадцатый день сегодня выключаем поворот еще раз у нас три инкубатора два из которых с надставками и один без мясо мягко говоря я расстроена и мы к таким результатам не привыкли потому что импортное яйцо обычно с гораздо большим и хорошим показателем по оплоду первым вывод пошел в лупере первым с надставкой первый спринтер маленький цыпок цыпленочек у нас тут так мешочек повесили для скорлупы все готовимся в других инкубаторов тоже на клевы но пока еще никто нас не порадовал своим присутствием будем ждать буду вести статистику у меня будет опять же три до инкубатора инкубатор просто без в 100 надставки это инкубатор лупер потом лупер с надставкой и блиц с надставкой вот посмотрим что у нас как получится не знаю важно это или нет но первыми цыплятки начинают опять появляться в инкубатор который стоит рядом с печкой ближе всего может быть здесь теплее воздух и даже при вентиляции все равно яйца теплее более в теплых условиях находятся инкубация поэтому начинается раньше может быть это сам инкубатор лупер вот этот первый хотя не помню на самом деле вот в прошлый раз какой здесь стоял инкубатор но тоже в этом инкубаторе рядом с печкой начался первый вывод в общем знаете я вышел скорлупу и решила все таки оставить вот так ячейку там есть у них местечко посмотрела кто очень сильно там проклёвывается вот и решила что так наверно оставлю пока пока посмотрим вот они мой зайчик господи как я люблю процесс вылупа вы не представляете настоящее рождение даже какой-то внутренний восторг каждый раз испытываешь ну и страх боишься результатов плохих все закрываем так промежуточный результат ситуация такая мы сносим всех цеплят которые вылупились в инкубатор без надставки потому что когда цыпленок вылупляется в инкубаторе с надставкой он который под надставкой не может голову особо высоко поднять то есть как бы выбраться потом они пытаются забраться вот сюда куда-то еще короче мы за ним без безумно переживаем дергаемся как только появляется цыпленок в инкубаторе с надставкой цыпленку надо оттуда забирать чтобы у вас брудер был наготове где-то рядом его сразу туда перебрасывать вот так что вот так имейте ввиду то что это тяжело когда с надставкой яиц много а им не развернуться не повернуться можно больше потерять чем выиграть за этом за этим надо следить но конечно еще посмотрим на результаты на все я записываю у меня у каждого инкубатора бумажка с ручкой посмотрим статистику для меня неважно сколько цыплят в каком инкубаторе сейчас ползают потому что я буду итог считать по оставшимся яйцам понимаете да вот в этом инкубаторе уже один был задохлик покажу у меня видео есть 2 апреля инкубация у нас подходит к своему логическому завершению инкубатор без надставок сейчас я сюда уже скорлупки позаберу просто вам показать это все яйца не перекладывали пересаживали птенцов поначалу из инкубаторов с надставками в инкубатор без надставок ну чтобы им развернуться было где грубо говоря но уже птенцов я с яйцами все четко чтобы потом вам статистику дать хорошую правильную вот это то что осталось в этом инкубаторе с надставкой это норма это было крупное яйцо у нас и сейчас 3 покажу все записываю вот здесь три задохлика один с кишками и двое не выбрались 3 не выбрались 1 2 3 вот то есть когда яичко не проклевывают но и все и так на этом задыхается там еще водичка есть какая-то я потом покажу если вспомню короче все записываю здесь у меня без проблем пока в без надставки не было такого но нужно учитывать что здесь 59 из лежал а там 97 поэтому скорее всего может быть лежала бы здесь 97 процент бы был может быть тоже но не знаю будем смотреть хочу напомнить наверное мы не говорили об этом что у нас увеличено проветривание то есть мы просверлили инкубаторы с надставками вот в двух местах вот это два отверстия да они просверлены нами для того чтобы увеличить проветривание они просверлены на уровне второго лотка надставки 2 на вот если надставка стоит надо бы вам показать как получается это отверстие которые не упираются в саму надставку на уже но и не непосредственно тому ее углов для того чтобы немножко рассеивался прохладный воздух идущий с этих вот отверстий вот такие у нас пока результаты конечный ток я подобью когда уже все буду доставать яйца не вылупившись из инкубаторов все перезапишу и посчитаю и сейчас 3 инкубатор покажу вот он 3 инкубатор вот мои зайчики тоже сейчас все уберу здесь оставь остаются только те которые ближайшие там полтора часа вылупились сейчас они подсохнут влажность там видите большая на крышках я стараюсь так просто не хлопать не щелкать мне кажется все таки это очень конечно вредит постоянное вот это вытаскивание и здесь тоже отверстие вот они два а также что я еще делала в этот инкубатор с надставкой я не ставила ванночку дополнительную в отличие от того инкубатора в котором стоит ванночка 2 еще почему я хочу посмотреть нужна ли дополнительная ванночка с дополнительным увлажнением если у вас надставка я не уверена что с одного раза инкубации можно сделать такой вывод но по крайней мере какой-то вывод уже можно сделать и потом со временем складываете инкубации еще и еще разочек по результатам посмотреть что получается что такой задохлик вот видите он проклюнулся там у него как будто жидкость еще осталось белок процент вывода заплодотворенного яйца значит лупер с надставкой в котором было среднее яйцо показал у нас одиннадцать и пять процентов потерь то есть это получается 89 процентов вывода это хороший очень процент блиц с надставкой и дополнительной ванночкой для воды самые большие потери показал вывод 60 процентов составил из оплодотворенного яйца подчеркиваю и лупер 2 это без надставок был там было всего лишь немножко яичек 50 сколько там было изначально то не помню 59 до 10 не оплодал 49 штук то потери в нем оказались самыми минимальными девяносто четыре процента вывода выходит и самый лучший результат как ни странно это самое мелкое яйцо и все цыплятки вышли очень хорошими всего три яичка осталось так и того получили за счет того что мелкое яйцо вылупилось почти все с немножечко сгладились потери от крупного яйца и в итоге мы потеряли 17 процентов в общем то в пределах допустимой нормы даже можно было бы считать неплохом неплохим выводом но к сравнению скажу к слову что у нас были выводы до этого значительно лучше по моим вот подсчетам я считаю каждый вывод отдельно в обязательном порядке вот последние три вот такие были 59 яиц заложено 52 цыпленка получена 129 яиц заложили 108 цыплят получили и 122 яйца заложили 106 цыплят вышло то есть получается из общего числа яиц заложенных 89 84 87 процентов вывода вот эти результаты меня устраивали европейское яйцо это здесь пример коба один по моему 22 примера коба и один пример росовского яйца в общем вот на такой вот на такой в общем результат мы надеялись конечно же и если честно вот оказалось все гораздо печальнее потому что из двухсот пятидесяти четырех яиц заложенных нами мы получили 181 и 181 цыпленка это 72 процента вывод в общем этот вывод он в пределах допустимой нормы но не является для нас конечно хорошим вот такая вот ситуация сейчас с выводом яйца рост 308 чехия и и снова же процент не оплода очень высокий то есть грубо говоря процент не оплода прямо осёк большой процент яиц изначально и это результат отчасти относится к тому что яйцо плохого оплода было именно крупное яйцо плохого вывода и кстати было яйцо которое отобрано с тем что она не оплод высушенная то есть весело на 44 грамма я взвешивала разбивала в общем-то там воздушная камера на пол яйца это это значит что яйцо старое потому что очень старых яиц вот как раз такая есть гигантская воздушная камера обычная инкубационного яйца так как она совершенно свежая воздушная камера очень маленькая яичко такое прям все она на тяжелая навес вот а тут получилось что я к сожалению потеряла это видео у меня она еще и с телефоном случился глюкает так получилось что я не могу вам это показать но яйцо было реально крупное яйцо особенно видимо не очень свежие вот вот так это мое мнение ну в общем все я вам рассказала вам всего доброго и до новых встреч